так ребята вот этот телефон уже появились вот эти были сколы и появилось такое но вздулась батарейка и он видите чё раскрылся сам вот здесь я уже вытер была вода здесь тоже есть вода вот батарейка так вот показать батарейка сдулась боюсь она как взорвется же болит глибой бегульми жигульми бегульми как в этом шараш по крайней мере он сам открылся получается сейчас я его возьму съездил заодно может быть стекло поменят во всяком случае батарейку уже менять так потом стекло менять она вот колото в двух местах тут а вот и тут а но она была вот так стекло отошло я не стал стекло отдирать вот эту попробовал вернее с оболочки достал оболочка с этой стороны прижимала так и стекло отошло вытащил она вот сюда в эту сторону пошло открываться так что какой телефончик сейчас поеду в ремонт спрошу сколько это будет стоить если будет дорого будем думать честным делать так что вот так вот ребят отчет вам предоставлю так парень в общем телефон сносил я самсунга 5 который утопил вот он он достал с него батарейку сказал что был он на тех озерах на соленых в общем долго говорит пролежал я груда неделю он ох ёлки-палки ну все горит его можно выкинуть я думаю может на запчасти заберешь он не возьми приди домой гвоздем вот так насквозь его прибей к стенке будет память ну я тогда батарейку вытащи чтобы не взорвалась и это кому-нибудь дам играться будет кто-то из ребятишек с понтовым телефоном все с телефоном я вам объяснил все телефон прощай ты доехал до другого места канистра автоцентр это по уазиком всем привет по уазиком интернет посмотрел мне же надо это факт второй баг на ценам посмотрел и 700 но всем чем хочется узнать заполучилось сколько это будет стоить магазин вот она обновленный у вас патриот так мы пошли по магазину что-то много расширили уже рыбалка 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 так чехлы и аксессуары по уазикам что-то я не уже убрали что-то по уазикам здесь все охота рыболов ключи сердце кровью обливается какие-то сколько всего много она пойдем до уазик подойдем так у васиком оказывается еще лучше по уазикам по колесам колеса диски резина тюнинг кстати хочу такую поставить себе на вольтсваген но я буду сам конечно делать ничего сложного нет мне надо мне надо в ту часть попасть сейчас войдем всякие защиты люблю такую штучку такие люблю подножки крутые вся фигня так бампира кенгурятники для стяжки для стяжки вот на мтзуху широкий пополам пилите сужаете в размер делаете классно смотрится на мтзухе это вам секрет выдал так подножки тоже есть какие-то так это передний десятку стоит за десятку я сам сделаю конечно за семь косарей тоже сделаю сам за десятку сам сделаю красиво так что тут мне тут вот этот самый нужен вот он что мне нужен вон месте это на тойоту 9 0.99 0.99 на тойоту прямой нет сильно изогнутый вот этот вот уазовский этот тоже там что от тойоты вот этот вот уазовский у него цены цены у него нету так здесь вот он жужжит какой-то вот уазовский вот нужен то вот этот один он один не продается только в сборе в сборе был пять лишних денег стоил короче ну вот как то так вот такой есть воздуханчик этот стоит 1930 это пластмассовая здесь резинка так ладно пойдем дальше так ребят попросил я вот они достали бак сейчас я размеры вот на руке я меня записал сейчас замерю ну что он мне вообще не нравится такой 6800 офигеть еще его надо переваривать сюда трубку эту убирать чего делать надо будет а тут еще и крана нет некуда всадить его да 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 блин 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 тут всякая фигня ну тут датчики стоят вот под кран напаяно но тут обратка блин горловина тоже с клапаном блин а что нету то видите здесь все запаяно как то непонятно что тут вообще ничего ни вертыша ничего нету как то фигово даже сделано как он запитывается отсюда что ли запитывается получается с этой запитка со дна берет что не понял я нифига ну ладно все равно дорого 6800 в общем замеры замерил с тем баком сравнил все сходится но нету снизу чтобы кран вернуть нету так что ну и по цене конечно дороговато запчастей тут много так то магазин вообще классный что то дороговато сейчас я поеду на стоянку сяду в машине посмотрю посмотрю интернет еще блин ну и буду дальше искать конечно так я все по тюнингу смотрю вот цена это что за одну за две это за цена за штуку и прочее 24 или двух сторон здесь цена 7800 за штуку это какие то боковые тоже боковые себе хотел тоже сделать за колесом где крыло чтобы крыло держало и красиво было ну потом посмотрим может что то придумаем вот такие вот такие вот ну багажников вон куча еще есть ну так вот ну все на этом я в магазин с магазином попрощаюсь коробки всякие разных моделей коробки раздатки вазовские стекла вон взалеки диски за прилавком короче все есть были бы деньги так а вот тут где то я видел еще у вас внизу на третьем этаже они что то убрали вон он стоит у вас здесь прицепы стояли но их тоже осталось для штуки так ребят побывал я в магазине хотел вот эту взять посмотрел 5600 жаба давид посмотрел так мне не понравился но я вам показал посидел по интернету нашел за при чем-то в общем сказали сегодня они посмотрят они уже уже пять часов они заканчивают работу и на ватсап не скинут фотографию и еще что-то там скинут размеры после чего завтра поеду наверное за баком вот делать то надо сейчас покататься вечерами по городу ну вот и пока вот в пробке в город я еду домой у меня еще колесо подспускать что-то начало переднее левое так что приехал я домой такой еще этот прицеп он офигенный везут квадроцикл двухместный не квадроцикл а это еще баги типа баги квадроцикл прикольная машинка так ребят всем привет второй день катаюсь полазил по интернету по баку дополнительному вот нашел склад где они ну что-то трубку не берут 15-й склад мне сказали так 15-й склад Лукиных 1 Екатеринбург так а вот он 15-й склад так куда нам тут перепарковаться а вот сюда сейчас встанем пойдем отдел продаж гербический молочный задул нет нам не сюда ну сейчас где-нибудь найдем так а вот нашел табличку пакет производителя Баккор зайдем сейчас так ребят ну вот пригнал я короче за баком все размеры мы смирили с моими почти одинаково ну 30 этот еще меньше но он тоже 30 тут видимо из за вот этой каемочки старой размер чуть больше на моем старом баке ну вот под заказ тоже делают парни топливные баки то есть Екатеринбург привозят но у них вот на всю технику буквально если вот надо кому-то Баккор называется фирма но в интернете найдете если кому надо это парни молодцы любой бак от любой фуры вон до я не знаю ну вот у вазики самые маленькие машинки то есть под заказ тоже можно ну вот и по цене как бы нормально все у них так что ну вот как-то так даже крепления для баков есть прошу прощения как зовут вас Андрей Андрей а вот у вас даже крепления делают баки а еще что вы делаете допустим а давайте я вам покажу давайте сейчас мы покажем что мы начали делать из последнего хомуты на газельку из нержавейки вещь актуальная потому что это стандарт всегда гниет да они всегда гниют это слабое их место ага это если по комплектующим если по бакам то мы производим третий год уже баки пажеро абсолютно всех модификаций включая даже такого объема он сейчас зарешечен его не очень видно ну ничего да мы сразу поставляем в обрешетке обрешетка делается у нас в набережных челнах толщина доски 22 с половиной сантиметра то есть она надежная при транспортировке ну то есть под заказ даже алюминиевые баки то есть у меня вот железный да я допустим ну простой я обычный бак взял да у нас если говорить под заказ мы делаем у нас очень большая линейка по типо размеру не все что мы делаем остальное мы сможем сделать алюминиевое но со своей стороны мы всегда стараемся максимально удовлетворить потребности потребителя а вот резина вот подкладочный под этот идет ну вот если говорить вот именно про эти рты они идут на комуты бака под полуприцеп это у вас одна спина они стоят по 600 литров усиленные сделанные из двух миллиметров стали вешаются под кузов полуприцепа ну сталь да молодцы я вот тоже сейчас свой по весу даже чувствуется что не пожалели железо мы не жалеем железо и мы не экономим на качестве железо потому что сталь бывает и ГОСТ бывает и У различаются это различие вы заметите в процессе эксплуатации потому что начнет быстрее разрушаться ржаветь если ГОСТ тоже начнет ржаветь то по крайней мере его разрушения не будут столь критичными и быстрыми а если говорить о баках газель и УАЗ то внутри мы их покрываем специальным грунтом антикоррозийным который нужен для предотвращения ржавчины внутри бака то есть снаружи понятно нужно за ним следить подкрашивать реагенты камни это все изнашивает вот внутри он всегда у вас будет чистенький ну аккуратненький можем попробовать на вашем сейчас открутить и посмотреть что внутри у него давайте что для вот эксперимента прямо сейчас мы упаковочку снимем так вот да внутри вот это белое напыление это антикор который нужен для того чтобы нержавел бак вот вот так вот ребят в общем у меня на тракторе мы испытаем его честно я вам еще потом расскажу от вибрации от вибрации как он будет ну ну что вот что хотелось показать вам рассказать маленечко хотя бы но уже кое-что ну и у них цена своя конечно не то вы сертификат сертификат гарантия год как вы мне сказали на остальные баки год на алюминиевые три на алюминиевые три так ребят вот еще хотел вот тут тоже такая же опыление у меня в баке ну я буду горловину конечно переделать потому что мне надо будет соединить два бака вот здесь это конечно с гарантией сойдет ну самое главное нам проверить чтобы он не трескался не лопался и креплешь где кран будет крепиться самое главное там крепеж ну еще мне сделали скидочку вам огромное спасибо в 300 рублей вам спасибо благодарю это 10 процентов это даже 10 процентов спасибо огромное так что я бак забираю так ребят забрал бак сегодня у меня вообще день приключений заехал в банкомат жарище на улице плюс 27 на улице в машине общежата хотя прошли дожди заехал в банкомат банкомат иди 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 апазон банкомат не дал денег смс прислал что он с карточки снял и показал что банкомат заблокировался и не работает я чуть-чуть подождал кнопки понажимал вылезла хотя бы это как его карточка пришлось ехать в офис сейчас еще заехал в офис и написал заявление что деньги я не получил в течение недели только деньги блин посмотрим если банкомат узнает что деньги посадок посмотришь что деньги остались там то не выдадут деньги так потом потом что мне не знаю что деньги в общем заехал банкомат так бак забрал созвонил сейчас с Вадимкой с племянником еду заправить кондиционер сюда кондиционер спереди в салоне жарит диплом дает сейчас заеду хочу отключать кондиционер потом домой а потом надо с Димой созвониться Дима сказал что пришел в радиатор ехать домой с ним а потом радиатор вести к Диме туда сдавать его получать новый радиатор короче голова кругом не знаешь за чем хвататься потом два подшипника надо будет вставать кабину задирать и ставить сразу скрыть дальше заменить подшипник заодно раз она уже на одной стороне подшипник и бак потом бак делать тоже горловину надо будет впаивать это уже в гарантию скорее всего не войдет но дня я буду знать что от вибрации так на скидку сделан неплохо с парнем переговорили в следующий раз мне будет еще больше скидку сделал 300 рублей я считаю это нормально молодец вот скинул свой канал чтобы он посмотрел интересно чтобы на трактор у нас еще не ставили баки наши так что посмотрим посмотрю так ну из новостей еще я забыл что-то еще хотел в общем сейчас к Вадимке заправлять кондиционер и дальше будут еще новости так вот тут элифан ремонт по китайским автомобилям вот здесь должно быть так потихонечку сейчас заедем так автосервис где-то у меня здесь племяш должен наберем по телефону сергей здорово давай сейчас с Вадимом Сергеевич договориться я к нему пришел а его дома нет приходи придет в гости когда никого дома нет ну ладно короче сейчас мы разберемся я вам поснимаю немножечко что я кофе тогда пойду попью что мне останется кофе еще попить так загнали мою машиночку сервис сейчас что-нибудь будет о Коля здесь Коля здорово как жизнь больше негде болтынским встретиться да красавчик все племяш у меня машину делает а я тут сейчас разберемся с парнями так парни у меня начали надо скачать его полностью сейчас они обратно скачают а потом по норме закачает но у меня нету таблички вот здесь сколько норма должна быть сейчас Саша сказал глянет по интернету сколько машинки должно быть и и закачает сколько надо а у меня спереди он работает здесь с передней части холодом дует а детям там в салоне горячим дует сейчас мы посмотрим если он это самое заработает то это тут ключи положить а то посадит батарею я потом не завиду так ну смотрим что будет делать дальше делать станек а Вадим Сергеевич поднимает машинку что тут внизу красиво ты так бесстрашно ходишь под ним такой деловой племяш у меня побрился хоть бы а ты че меня позоришь все завтра чтоб побрился все хорошо племяш у меня племяш у меня заведует давай 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 вперед кто хочет на моей еще машине покататься Сергеич не взять ее видите на моей машинке все любят покататься что давай кондиционер мне делать ну ладно что ребят пока мне нашли причину сейчас парни заказали запчасти я приеду у меня три срока ждать я приеду и они мне тоже сделают короче будет в середине салона тоже работать кондиционер будет все вообще нормально на мази тоже китайский автопром понемножку рулит то есть у меня погрузчик есть китайский и тоже начинают выходить на новый уровень китайцы машин ну по ценам сейчас я вам покажу цену ценник у этой машинки такая ну чтоб кто-то сравнивал или фанчик стоит цена вот такой есть цена у него так T600 T600 вот цена вот еще белый T600 здесь копо что ли или как название не знаю как прочитать по-английски такая машинка так тут что копо циник вот такой ну и вот еще AX седьмой так AX седьмой ценник вот вот как-то так вон Вадим Сергеевич пришел ну что все готово так завтра чтоб побрился все ну что все мне машину отремонтировали запчасти нашли поломочку заправили кондиционер ну поломочку еще там у меня моторчик сейчас я ее заберу так ну что Коля спасибо огромное так запчасти ты мне заказал это мне надо будет как придут в общем забрать да все спасибо огромное блин ты вообще красавчик посоветовал хоть как что сделать посмотрели ну все ребят в общем погнал я до дому свои люди есть у нас теперь в компании будем ездить сюда давай удачки еще раз всего хорошего ну все вроде сделали вручную мы там включили ну пока на три дня пока придут пока Коля закажет парням вообще респект уважуха парни молодцы быстренько налетели прям толпой фырк 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 все сделали буквально ну тут час не прошло все я поехал обратно спасибо огромное респект уважуха ну и запчасти придут Коля мне потом через Вадима передаст я машину Вадимке отдам он доедет ну и сделает адаптацию сделать моторчик вообще ну в общем спасибо огромное вот такая прям респект теперь буду ездить куда в сервис узнать буду где ремонтироваться так парни вам же интересно посмотреть на новый бак 3500 300 рублей мне скидочку сделал парень спасибо огромное запаковали вообще хорошо чтобы даже краска не поцарапалась какая-то шайба плюсом наверное бонусом топливный бак рекомендуется для установки на автомобиль у вас 2206 как говорили длина 160 высота 165 ширина 298 и 645 длина ну то есть вот эта длина это ширина и высота так вот твоя пленка так паспорт бака это мы уже смотрели запакован в три слоя запакован в три слоя с упаковщиком здесь еще бумага есть упаковщики вообще молодцы запаковали не достать бумага все блин хотел быстро распаковать на бумагу что тут есть на вид неплохой и на вид же он как-то все меньше выглядит ну видимо вот здесь вот раньше старые баки они идут вот тут полос полоска такая сплюшнутая и она еще вот так вот по кантику идет самое главное самое главное этот у меня есть здесь довольно таки мощно сделан самбо мощно сделан я даже где-то смотрел толщина металла полтора миллиметра тут не замерить что-то припаяно буду дырку вырезать обязательно замерю если не забуду ну вот такой бачок так внимание промыть применять применяемым топливом бак солярой промыть при обнаружении ржавчины внутри бака требуется замена бака да там белок такая она это такая покраска так сливную запакую замурую этот сюда топливный датчик поставим он у меня есть так 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 вот эту вот эту перекрутим туда-сюда закрутим топливный кран да ну довольно таки вроде мощно сделан вот это весом штанг довольно таки не гнется только замарал так ну вот 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 такой бак будет если он понравится то второй бак возьму такой же он и вроде как и поменьше покомпактнее сделан если он от вибрации но я так думаю но не должен от вибрации он по шлам разбежаться главное чтобы он не побежал он и и и и